5 июля 2013 года Государственным Советом принят закон, к которому установлены правовое положение, основные задачи и компетенция уполномоченного при Президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей. Целью его приятия явилась необходимость обеспечения гарантий государственной защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности. Данные гарантии обеспечивают уполномоченный по защите прав предпринимателей при Президенте Республики Татарстан. Вместе с тем, законодательством не предусмотрены санкции за вмешательство в его деятельность, не исполнение должностными лицами законных требований уполномоченного, не соблюдение установленных сроков предоставления информации. В связи с этим, нами в порядке законодательной инициативы внесен законопроект. Проект нам предлагается дополнить статью 2.3 Кодекса Республики об административных правонарушениях нормами, устанавливающими административную ответственность за вмешательство в деятельность уполномоченного с целью повлиять на его решение, за неисполнение должностными лицами обязанностей, установленных законом Республики Татарстан об уполномоченном предпрезиденте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей, а равно воспрепятствия его деятельности. Подобные правонарушения повлекут наложение административного штрафа в случае вашего принятия в размере от 1 тысячи до 2 тысяч рублей. Также проектам предлагается внести изменения в статью 8.1 Кодекса Республики Татарстан об административных правонарушениях, наделив уполномоченного по защите прав предпринимателей полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях в отношении своей деятельности. Уважаемые депутаты, в связи с тем, что законопроект разработан в целях установления эффективных механизмов реализации деятельности уполномоченного по защите прав предпринимателей, прошу поддержать эту инициативу. Спасибо за внимание. Спасибо, Илья Александрович. Будут ли вопросы к докладчику, коллеге? Нет? Присаживайтесь, пожалуйста. Пожалуйста. Слово представителя. Есть вопрос? Да, пожалуйста, депутат Гайнулов. Уважаемый Илья Александрович, вот насколько будет эффективна та мера, когда сумма штрафа от одной до двух тысяч рублей? Как Вы считаете? Мы пока делаем первый шаг, вносим хотя бы механизм обеспечения эффективной деятельности уполномоченного, а в Ваших правах уже во втором, третьем чтении подкорректировать, предсмотреть. Как-то... Нет, Илья Александрович, ведь у нас были вопросы по деятельности уполномоченного по правам человека, уполномочия по правам ребенка. Там ведь уже есть какая-то статистика? То есть сумма штрафа аналогичная? Аналогичная, да. Ну, какая-то статистика есть и какая-то эффективность от этого есть. То есть мы понимаем... И эффективность есть, знаете, в таких санкциях не в количестве штрафов и не в сумме штрафов. Это эффективность превентивная. То, что такая ответственность есть, и уполномочен, может эффективно осуществлять свою деятельность. А прокурор, я как прокурор, как каратин орган, когда уношу предложение, у меня всегда есть опасение, что примут с опаской, я поэтому уношу минимальную сумму. Вы также действуете, пожалуйста. Спасибо. Присаживайтесь, пожалуйста. Слово представляется от комитета депутату Нагуманову Рафилу Гондрофиковичу. Уважаемый президент, уважаемые депутаты приглашенные, ну, это первая инициатива нашего прокурора, комитет это дело рассмотрел. На заседании одобрил данный закон с учетом положительного заключения правового управления аппаратом Госсовета. Прокуратура Республика рекомендует Государственному Совету принять данный законопроект в первом чтении. Ни срок, ни сетей не поправить, установить регламентное. Ну, вот о чем говорили, то, пожалуйста, во втором, третьем сетей мы готовы работать и по штрафам, и по другим вопросам. Ставлю на голосование предложение комитета о принятии предложенного законопроекта в первом чтении с регламентными сроками. Рассмотрение поправок. Принимается. Продолжение следует...